Отечественное правительство в одностороннем порядке вышло из еще одного соглашения, бывшего порождением порочной капитулянской политики, проводившейся после распада СССР тогдашним руководством нашей страны. Речь идет о договоре, регулировавшем поставки из России в США гексавторида урана, производного полученного после разбавления и переработки содержимого боеголовок наших ядерных боеприпасов, которые были пущены под нож, в результате охватившей в 90-е годы Кремль тяги к разоружению. Для того, чтобы понять истинные причины и значения этого шага как для нашей страны, так и для Соединенных Штатов, необходимо сперва разобраться с сутью и смыслом расторгнутых ныне соглашений. Скажем, ноу-воу-ноу. Все их следует рассматривать в неразрывном единстве, поскольку у того, что Вашингтон делал и планировал сделать в этой сфере, начиная с 1991 года, были всего две цели. Первое – полное лишение ядерного потенциала всех до единых стран, образовавшегося тогда постсоветского пространства. И второе – получение от этого максимальной материальной выгоды. Все, как всегда, у американцев. Прикрывались эти мотивы по обыкновению самыми, что ни на есть благими намерениями. Американские конгрессмены Сэм Нанн и Ричард Лугар вдруг ужасно озаботились проблемами сохранности атомного оружия, дислоцированного в бывших республиках Советского Союза, и его возможным попаданием не в те руки. В то же самое время был заключен ряд договоренностей, главным из которых являлись СНВ-1 и приложенный к нему позднее Лиссабонский протокол, в соответствии с которым от ядерного статуса отказывались Белоруссия, Украина и Казахстан. Все атомное оружие, ранее пребывавшее на их территориях, переходило России, а заодно и все проблемы с его дальнейшим хранением либо утилизацией. Безусловно, главной целью американцев было превращение в груды бесполезного и неопасного для них металлолома наших баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок. Однако оставалась проблема обогащенного оружейного урана. В конце концов, ракет или, на худой конец, бомб можно понаделать и новых, было бы желание. А в Вашингтоне очень хотели вырвать атомные зубы русского медведя со стопроцентной гарантией. И не без собственной выгоды. Первыми идею о том, что совершенно ненужный русский муран, который останется после их разоружения, неплохо было бы пустить на топливо для американских АЭС, назвав это беспроигрышным вариантом, выдвинули ученые Джефф Комс и Томас Нев. Произошло это, что характерно, еще в 1989 году, что доказывает, СССР американцы похоронили в 1991 году, когда уже была утверждена программа Нанна Лугара, к этому вопросу вернулся один из авторов идеи, доктор Томас Нев из знаменитого Массачусетского технологического института. Именно им была предложена формула ВОУНОУ, расшифровываемая, как перевод высокообогащенного оружейного урана из русских боеголовок в низкообогащенный уран для СССР. Нев называл это великой урановой сделкой и не ошибался. На тот момент. Впрочем, не будем забегать наперед. В Белом доме и правительстве Соединенных Штатов такие инициативы восприняли весьма благосклонно, а тогдашний президент России готов был выполнять едва ли не любую команду, поступившую из этих инстанций. Более того, наши партнеры неплохо подстраховались для того, чтобы Москва не соскочила с крючка. Ведь коммерческие поставки урана на Запад, в том числе и в США, из СССР начались еще задолго до его распада. Первые соответствующие контракты относятся к 70-м годам 20-го века. Однако в 1992 году Министерство торговли и Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов вдруг инициировали антидемпинговое расследование против нашего ядерного сырья. Итогом его стало введение удушающей пошлины в 116% на весь уран, поступающий из России. Стоит ли удивляться, что в конце 1992 года, непосредственно перед заключением соглашения ВОУНОУ, подписано 18 февраля 1993 года, антидемпинговое расследование было якобы прекращено. На самом деле, отказываться от претензий к нашей стране никто и не подумал. Просто принятие окончательного решения по ним было отложено, а грабительские пошлины временно сняты. Однако сам по себе Дамоклов меч, висящий над поставками, никуда не делся. Осветим и обогреем Америку. Раскурочивание боеголовок, обеднение полученного из них оружейного урана и последующие поставки его в США проводились в рамках программы с громким названием «Мегатонны» в мегаватты. Мегаватт и вправду хватало с лихвой, начиная примерно с 2000 года, когда цикл переработки и, соответственно, уровень поставок вышел на проектный уровень, ими обеспечивалась едва ли не половина нужд атомной энергетики Соединенных Штатов в топливе, что было эквивалентно примерно 10% всей вырабатывавшегося в США в это время электричества. Оцените размах, учитывая размеры страны и ее энергетические аппетиты. Ничего удивительного, ведь в рамках ВОУНОУ были переработаны 500 тонн высокообогащенного оружейного урана, из которых в конечном итоге были получены около 15 тысяч тонн гексофторида урана, ушедшего за океан. Нельзя сказать, чтобы оплачивался он по высокой цене, однако, согласно подсчетам, общая сумма, которая поступила в доход России в результате реализации сделки, равняется 17 миллиардам долларов. При этом, правда, не обошлось без очень громких коррупционных скандалов, в которых были замешаны должностные лица вплоть до отечественного министра по атомной энергетике в 1998-2001 годах Евгения Адамова и других руководителей, причастных к ВОУНОУ. Речь при этом шла об уплывших неизвестно куда десятках, если не сотнях миллионов долларов. Как бы то ни было, последние поставки низкообогащенного урана из нашей страны в США были осуществлены в 2013 году, а теперь Россия официально заявила о нежелании далее продолжать действие сделки. Уничтожать собственные боеголовки мы точно больше не будем, совсем даже наоборот. Желаете получать уран для АЭС, закупайте по ценам, которые мы вам назовем. А еще лучше, приобретайте готовые твеллы, так нам будет еще выгоднее. И заодно перестаньте пытаться выдавить российских ядерщиков отовсюду, откуда только можно. С Украины, рассмотрение финального итога сделки ВОУНОУ получается так, что злую шутку она, как ни крути, сыграла вовсе не с Россией, а с ее инициаторами, американцами. Прежде всего, им не удалось осуществить в рамках программы Нанна Лугара, полное уничтожение нашего военного потенциала и в первую очередь оборонной промышленности. Для тех, кто продолжает верить, что американские сенаторы и правительство в данном случае действовали из соображений альтруизма и заботы о мире во всем мире, рекомендую ознакомиться с откровениями такой известной персоны, как Эштон Картер, в свое время бывший помощником главы Пентагона и одним из разработчиков ядерной доктрины США. В одном из своих интервью он честно признал, венцом программы были десятки тысяч ученых из российского ВПК, заключивших контракт из США и мечтавших не создавать подводные лодки и ракеты для своей страны, а разрушать их. Этот же персонаж, кстати, огласил и тот факт, что в карманы американских военных подрядчиков уходило не менее 85% средств, якобы выделявшихся России, для разоружения Пананну-Лугару. Конец всему этому настал, к сожалению, только все в том же 2013 году, когда мы перестали подкармливать своим ураном американские АЭС, именно тогда перед специалистами из США захлопнулись двери хотя бы самых секретных объектов отечественного ВПК, где они до этого чувствовали себя чуть ли не как дома. Сегодня в американских СМИ уже вовсю звучат голоса разного рода экспертов, которые заявляют о том, что Россия должна объяснить, почему она расторгла договор и осветить вопрос того, как теперь будет осуществляться контроль за ее ядерными материалами. Как, как? Да никак. Почему вы вообще решили, что должны и можете нас контролировать? Также одним из немаловажных моментов реакции представителей США на решение нашего правительства стало заявление, последовавшее от компании Урана, ранее Коугма, впоследствии Орева, о том, что выход России из соглашения не повлечет негативных экономических последствий для компании и ее клиентов, поскольку она обладает рядом других источников поставок природного урана. Возможно, эти успокоительные речи и соответствуют истине. Однако главная проблема для американской атомной энергетики заключается в другом. Уверовав в то, что поставки из России будут продолжаться ровно столько, сколько захотят в США, и на их условиях, там совершенно забросили развитие собственных ядерных производств. В конечном итоге это привело к тому, что по оценкам американских же аналитиков такая важнейшая вещь в цикле получения топлива для АЭС и высокообогащенного урана, как технологии по разделению его изотопов, находятся в США сегодня на уровне начала 90-х годов прошлого века. Именно сейчас, когда Соединенные Штаты полны решимости как можно скорее избавиться от грязной электрогенерации с помощью сжигания угля или природного газа, это очень плохая новость. Есть, впрочем, и другая куда хуже. Полученные от продажи урана из порезанных в угоду Вашингтону ракет, миллиарды долларов в России не разворовали и не растратили по пустякам. Их пустили на ускорение промышленного и научного развития страны. И в том числе ее военно-промышленного комплекса. Какая злая ирония судьбы, стремившаяся свести к нолю военный потенциал России американцы, по сути дела профинансировали создание авангардов, кинжалов и посейдонов. Поставки урана в США могут быть продолжены, соответствующие договоренности и контракты имеются. Однако теперь это будет делаться по справедливой, рыночной цене, а не как решат в Вашингтоне. Там, впрочем, хватает главой ускорбных русофобов, которые призывают уран у русских не покупать ни в коем случае. Как минимум снова вести драконовские пошлины на него. Что ж, господа, желаете вернуться к свече и лучине, воля ваша. Вашингтону отныне предстоит заботиться о получении мегаватт для своих граждан и промышленности самостоятельно. А заодно крепко призадуматься над своим поведением, чтобы не получить из-за океана мегатонны.